Допрос несовершеннолетнего. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого характерен своими особенностями. По большей части это объясняется состоянием неокрепшей психики молодых граждан. Оно часто бывает неустойчивым, импульсивным, резким, чересчур эмоциональным. Не очень богатый жизненный опыт и личное мнение, которое меняется из крайности в крайность. Необходимость допроса несовершеннолетних участников процесса. Следователь, осуществляющий допрос, должен провести подготовку, организуя комплексное изучение психологических характеристик человека, находящегося под допросом. Необходимо верно определить как тактику, так и место дознания. Далее описываются все данные, которые необходимо иметь в виду. В некоторых ситуациях явно прослеживается необходимость осуществления дознания несовершеннолетних участников процесса. В первую очередь, дознание, конечно же, реализуется по отношению к несовершеннолетнему потерпевшему, а также обвиняемому. Допрос несовершеннолетнего расследования возможен и в ситуациях, когда ребенок являлся единственным свидетелем совершения какого-либо преступления. При этом в разбирательстве каких-то дел дети нередко имеют большое доказательное значение, а их показания часто могут открыть какую-то новую сторону процесса и дать старт новому повороту в рассматриваемом деле. Хотя дети, не достигшие совершеннолетия и не обладают полной процессуальной дееспособностью, но принимать участие в предварительном рассмотрении дела они могут вполне основательно. Важно! Законодательством предусматриваются особенные методы дознания малолетних, которые должны увеличить возможность раскрываемости дела, а также сохранить на должном уровне психическое здоровье ребенка. Нормативная база УПК РФ Основная нормативная база, в соответствии с которой могут быть допрошены несовершеннолетние УПК. Законом прописываются все правила, нормы и основания для осуществления дознания. Специальные характеристики есть не только в самом расспросе, но и в очной ставке с малолетними преступниками, свидетелями, потерпевшими и подозреваемыми. В первую очередь, следователь должен защищать интересы ребенка, даже если он является подозреваемым. На детей нельзя давить, уж тем более угрожать, а также утверждать, что от их решения может зависеть конечный исход дела или судьба другого человека. Такое давление может негативно отразиться на состояние ребенка, а в конечном итоге повлиять на следствие, так как показания подростка могут сыграть принципиально важную роль. Допрос несовершеннолетнего свидетеля УПК РФ регулирует двумя статьями 425 и 191. В них прописаны основные принципы поведения дознавателя в отношении допрашиваемого. Различные правила применяются в отношении свидетелей, не достигших 14-16 лет. Там же прописываются другие участники, которые могут находиться на дознании. Нюансы проведения процедуры. Психологическая помощь при допросе обязателен при организации законного процесса дознания малолетних детей, которые потерпели какое-то серьезное происшествие. Должны соблюдаться все правила, установленные Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами. Если уполномоченный орган решил допрашивать ребенка до 14 лет, в некоторых случаях по решению суда до 18 лет вместе с допрашиваемым. Обязан находиться представитель. При условии, что ребенок является инвалидом или у него есть какие-то другие ограничения по физическому или психическому здоровью. Допросить ребенка и заполнить протоколы полномоченные лица могут только в присутствии педагога. Другие особенности по порядку, прописанному в законах Российской Федерации, в самом начале заседания подачи показаний несовершеннолетнего обязаны проинформировать о том, насколько важными являются те данные, которые он сейчас предоставит в целях защиты прав ребенка в обоих случаях, если он является подсудимым и если обвиняемым, присутствие второй стороны на судебном рассмотрении дела запрещается. Следовать имеет полное право отказать несовершеннолетнему свидетелю или потерпевшему в присутствии на дознании, если это противоречит правам последнего. Обратите внимание, во время процедуры допроса лиц, не достигших 16 лет, их не предупреждают об ответственности за дачу ложных показаний, чтобы никак не повлиять на ход дела. Правила и порядок допроса Существуют некоторые правила допроса несовершеннолетних, прописанные в гражданском и гражданско-процессуальных кодексах. Основные принципы Места опроса Детей младше 14 лет, которых подозревают в совершении преступления, необходимо допрашивать в знакомой обстановке, например, дома или в школе. Это делается во избежание еще большего стрессового воздействия на ребенка. Детей старше 15 лет, наоборот, рекомендуется допрашивать в официальной обстановке, это поможет им собраться с мыслями, уверенность в следователе, он должен показать себя спокойным и уравновешенным человеком, подчеркнуть свою заинтересованность. Во внимание необходимо принимать все изменения в жизни ребенка, которые происходят во время следствия, так как они также могут иметь значение для конечного результата. Все правила допроса обязательно к исполнению. Правила допроса несовершеннолетних права законного представителя. Представитель ребенка на опросе или в суде в России имеет полное право знать причину присутствия ребенка на разбирательстве. Участвовать в действии. Знакомиться с бланками протоколов, просить осуществить их редакцию. Жаловаться на действия, бездействия судей, следователей и так далее, в указанной законом сроки, сутки, недели и так далее. Предоставлять доказательства на протяжении всего времени, пока продолжается следствие. Выписывать из дела любые сведения в любом объеме. Запрашивать перерыв, необходимый ребенку. Участие педагога при допросе дает ему право задавать вопрос обвиняемому. Делать письменные замечания в протоколе. Проверять правильность записей. Основные особенности допроса лиц, не до достигших совершеннолетия. Педагог на допросе в целом основными являются следующие правила. Дознаватель не должен допрашивать лицо свыше двух часов подряд. Не предоставляя возможности отдохнуть перерывы и больше четырех часов в день. Обязательно присутствие защитника. На процессе должен присутствовать психолог либо педагог, если ребенок младше 16 лет. Присутствие вышеупомянутого лица обеспечивается по ходатайству стороны защиты. Допрос в суде. В целом, для подозреваемых лиц, не достигших совершеннолетия, используются те же правила, что и с потерпевшим. На него нельзя оказывать давление, а также проводить опрос более двух часов подряд. Присутствие педагога-психолога также обязательно. Протокол допроса несовершеннолетнего подозреваемого. Протокол дознания должен содержать следующую информацию – личные данные допрашиваемого. Время начала и время окончания допроса. Предъявленные обвинения, права сторон, взаимные обвинения сторон, описание и хода допроса, личные подписи сторон, ссылка на закон. Несовершеннолетние – это особая категория граждан. При рассмотрении дел с их участием требуется особый подход принимающего внимание и особенности психического и физического развития. Точка.